SpotOption теперь будет работать и в сфере электронных платежей. CFTC решила ввести решительные меры, а банк Dubinary опять попался на мошенничестве. Подробнее об этом в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте! SpotOption, ведущий поставщик торговых технологий в области бинарных опционов, расширяет свою деятельность. Решив замахнуться на сферу онлайн-платежей, компания представляет новый сервис под названием SpotPaymentTech. Новая площадка будет фокусироваться на рынке бинарных опционов, а в дальнейшем нацелится и на другие области, включая электронную торговлю, игорный бизнес и путешествия. SpotPaymentTech будет действовать в качестве поставщика платежных услуг за счет предоставления так называемой единой точки брокерам, желающим обрабатывать сделки на мировом уровне и устанавливать соединения с многочисленными провайдерами платежного сервиса, которые обслуживают банки и альтернативных платежных систем. Данная платформа будет поддерживать широкий ассортимент платежных методов, включая кредитные и дебетовые карты, онлайн-банкет и альтернативные решения для электронных платежей. Что же касается бинарных опционов, доступ к SpotPaymentTech будет открыт только для брокеров регулируемого рынка, что может ограничить потенциал роста сервиса внутри индустрии. Однако при этом будет поддерживать безупречную репутацию в глазах банков, финансовых властей и даже институциональных инвесторов. Целый ряд брендов SpotOption желает присоединиться к тестированию нового сервиса до его официального запуска, который назначен на второй квартал 2016 года. Комиссия по срочной биржевой торговле CFTC США ужесточила меры против внебиржевых игроков на рынке бинарных опционов. Регулятор заморозил активы Нейла Пекера, основателя Vision Financial Partners, обвинив его в том, что он выманил у 120 своих клиентов деньги на сумму почти в 3 миллиона долларов. Эта мера предпринята на фоне тщательных проверок, проводимых в США в отношении поставщиков услуг на рынке внебиржевых бинарных опционов. CFTC в своем заявлении подчеркивает, что предполагаемые мошенники растратили около 2 миллионов клиентских денег на личные нужды. Следует отметить, что это первые действительно решительные меры и первое громкое дело комиссии против представляющего брокера на территории США и Канады. В CFTC также названы имена других обвиняемых, освобожденных от ответственности – Prometheus Enterprises, Westworld International Cocker Inn Holdings и GDSU Mstras. Брокер бинарных опционов в Бэнкдобайнере урегулировал конфликт с американскими властями, договорившись о выплате штрафа в размере 11 миллионов долларов. После нескольких лет расследований было выявлено, что компания незаконно предоставляла услуги по торговле бинарными опционами клиентам из США. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США предъявляла обвинение в адрес Банкдобайнере еще в 2013-м. И спустя три года расследования по данному делу было завершено, и стороны достигли договоренности о выплате американским властям 7 миллионов долларов в рамках изъятия незаконно полученной прибыли. Сам же Банкдобайнере не признает свою вину, но не отвергает обвинения, при этом уладив конфликт СЭК и CFTC, а также с Национальной фьючерсной ассоциацией NFA по соответствующим делам. В рамках урегулирования разбирательства основатель Банкдобайнере Орен Лоран заплатит штраф в размере 150 тысяч долларов. И на этом наш выпуск подошел к концу. Желаем вам прибыльной торговой недели, наша команда будет держать вас в курсе всех событий рынка. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!